Привет, меня зовут Удат, и в сегодняшнем видеоролике я расскажу тебе, как можно сделать очень прибыльный бизнес на любом сервере в Майнкрафте со своей ценой. Главное не ставить слишком высокую. Погнали, покажу. Для этой схемы нам нужен ты и твой друг. Ну, а также магазин. Ну, а также нам нужен магазин вашего друга. Главное не делать их слишком одинаковых. Эээ, не важно, что они одинаковые, ладно. Конечно же, какие это магазины без продавцов. Раз магазин с вами. Вот получается у нас два продавца. В первом вы, во втором ваш друг. Как хотите. Для чего нам нужны два магазина? Потому что в одном магазине цены могут быть большие, а в другом, наоборот, маленькие. Ну, либо наоборот. Здесь маленькие, а здесь большие. Для чего это будет? Потому что, когда покупатель придёт, исключительно вот если бы вы покупали, вы бы тоже купили дешёвые вещи, а не тратили много денег на дорогие. Исключительно так. Так, поэтому к вам придут именно в дешёвый магазин. Ну, либо в этот магазин. Всё зависит от того, какой магазин у вас будет с маленькими ценами. Если сюда, то здесь слишком много будет всякого товара. Здесь будет спрос, и поэтому, как бы, деньги будут капать именно сюда. А в этом магазине те же самые товары, только уже по большой цене. Но люди не будут их покупать, наверное, потому что дорого. Но запоминайте, что ставить большие цены лучше не надо. Потому что на сервере наверняка найдётся человек, который даст ему это бесплатно. По-любому, я уверен. Так что как-то вот так. Два магазина, где вы и ваш друг. В одном обезьяне дешёвые цены, в другом дорогие. Либо наоборот. Исключительно мы делаем выводы, что люди не будут брать дорогой товар. Они будут брать дешёвый товар. По низкой цене. Ну, конечно, в мире то же самое. Люди будут брать всегда дешёвый. Ну, а если я тебе чем-то уже помог, то ты подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать больше таких видеороликов. Ну, конечно, нажми лайк, чтобы я понимал, что кому нравится это... Это видео. Буду делать больше таких. Так что всем удачи и всем пока. И чуть не забыл, все магазины должны принадлежать одному человеку, а то есть тебе.